всем привет сегодня у нас 16 урок по курсу параметры 0 16 урок и мы уже с вами немножко начинаем работать с график и сегодня мы продолжим к алгебре мы уже не вернемся что вы видите на экране на экране вы видите окружность уравнение которое задает окружность что важно важно что x 0 и y 0 это центр окружности радиус на у нас радиус в квадрате нас в формуле вообще все в квадрате а без квадрата радиус это и есть радиус причем радиус мы обычно берем по модулю потому что радиус не бывает у нас отрицательной величиной теперь большой вопрос а что будет что будет если я напишу вот так игрок давайте x квадрат минус нет плюс игрок квадрат равно а квадрат в чем состоит вопрос а вопрос стоит в радиус верно потому что здесь будет центр 0 0 потому что как судик игроку мы ничего не добавляем а вот а отвечает за радиус значит радиус будет модуль от а что это значит это значит у нас будет окружность с центром начале координат и радиус может быть абсолютно любым вот они все наши окружности и они все нам подходят то есть мы если вы такую задачку решать а мы точно были так вы решать но не сегодня то мы возьмем именно та окружность которая нам будет подходить так этот случай разобрали хорошо следующий случай который некоторые называют шашлычком так например x минус а квадрате плюс игрок минус а минус 2а 2а в квадрате равно 4 что это такое это значит что у нас центр окружности а и 2а радиус равен 2 с радиусом все понятно но теперь непонятно с центром а что с центром а мы уже с вами на том уроке проходили это значит центр будет плавать по какой-то прямой как найти эту прямую выписываем x 0 это а и рок 0 это 2а берем систему и x 0 поставляем место а да нам нужно выразить а и подставить вот это выраженное а вместо а второе к игроку здесь а уже выражено поэтому мы сразу подставляем то есть игрок 0 это 2x 0 значит наша траектория движения нашей окружности будет происходить по прямой 2x давайте изобразим так 2x то есть если x1 она будет немного вот так вымелись верно и наша окружность центром будет находиться именно на этой прямой то есть мы просто вот так вот будем я двигать и смотреть а что же нам нужно ну что пора что-нибудь уже решить сейчас я вместо себя велич задание видите на экране на данной системы и нужно найти чтобы у системы было только одно решение первое мы видим y равно x это прямая там есть параметр а и мы видим что окружность не имеет параметра значит окружность у нас постоянно давайте с начнем и начнем получается 2 и 0 это наш центр и радиус равен один давайте нарисуем почему нет так как мне рисовать мне наверное лучше рисовать покрупнее да так игрок x 1 2 здесь тогда это будет 3 так 1 минус 1 и тогда наша окружность должна каким-то таким образом выглядеть например вот так то есть вот здесь у нас 1 полагаем что он здесь пересечется и здесь минус 1 тоже примерно так так хорошо значит здесь она будет 1 а здесь будет 3 ничего страшного а теперь давайте поговорим про прямую у нас прямая игрок равно а x и мы уже умеем находить какой прямой среди этого пучка прямых не существует таким образом а каким должен быть x чтобы он не зависел от а если x будет числом каким-то он будет на а умножаться и значение свое менять но чем может быть x чтобы а уничтожилось нулем конечно x равен 0 такой прямой не существует и видим что именно данная прямая у нее нет никакого плюс b минус вот смещение вверх вниз у нее нет значит она проходит по в центре координат то есть вот здесь это . вот здесь это . так вокруг которой крутятся наши прямые и прямой x равно 0 не существует нам нужно одно решение нам нужно одно решение ну и логично что мы можем провести касательное до одно решение всегда касательное решение 1 и решение 2 что мы уже умеем делать мы уже умеем находить общую точку между прямой и между двумя графиками вот так мы можем это делать через дискриминал то есть просто приравняв наши функции ну здесь получается что можно делать мы можем вместо игрока подставить а x и через дискриминат решить давайте так сделаем это будет первый случай так это будут жесткие вычисления если я буду тупить просто ставьте на скорость 2x так я вот это себе скопирую у меня конечно тут все решено но я думаю что вы потребуете от меня подробностей поэтому лучше сразу подробно так у нас игрок равен а x значит а x подставляем сюда значит это будет x минус 2 в квадрате плюс а x в квадрате равно 1 так x квадрат минус 4x плюс 4 плюс а квадрат x квадрат равно 1 так x квадрат выносим до скобки будет а квадрат плюс 1 минус 4x плюс 1 минус 4x плюс 3 равно 0 так сейчас я проверю я даже нигде не ошиблась это на этом праздник так дискриминат находим дискриминат находим это получается б квадрат 16 минус 4 умножить на 3 умножить на квадрат плюс 1 16 минус 12 а квадрат минус 12 это получается 4 минус 12 а квадрат так дискриминат нам же нужна одна одна точка значит дискриминат приравниваем к нулю 4 равно 12 а квадрат а квадрат равно 4 двенадцатых то есть одна третья тогда а равно плюс минус корень из одной третьей боже я справилась да это верно наверное так вычисление мне арифметика после семи лет использования калькулятора я кажется пришла куда что хватит это делать так 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 и чего нам надо она надо найти значение а при которых у нас одна точку вот все мы нашли то есть получается если у нас а равно 1 1 делить на корень из трех то это вот прямая которая возрастает но естественно чтобы было . причине внизу нам нужно чтобы а было отрицать как это по другому можно было сделать можно было провести радиус прям на чертеже проведем радиус и мы знаем что радиус равен единичке верно получаем прямоугольный треугольник потому что касательно всегда перпендикулярно радиус гипотенуза у нас равна 2 потому что центр находится на точке 2 от 0 до 2 а здесь у нас точка 0 и знаем две стороны в прямоугольном треугольнике значит можем потерять фигурный эти вот этот катет верно получается 2 в квадрате минус 1 в квадрате в уме вообще ничего не могу делать корень из 3 корень из трех и вспоминаем нам нужно найти не просто вот эту сторону а нам нужно найти а а это что такое где она стоит она стоит на месте к основной формулы для прямой формула для прямой такая x плюс b верно что такое к вспоминайте как и находите к в каком 10 заданий 10 заданий с графиками через треугольник какой треугольник прямогольник к это тангенс угла на полном вот и нам тоже нужен здесь один главный клон мы нашли давайте его перересуем то есть у нас примерно вот такой треугольник корень из 3 а здесь один потому что здесь радиус и нам нужен тангенс вот этого угла и а это есть как раз тангенс угла то есть один делить на корень из 3 но естественно если мы будем смотреть другую прямую которая отражена внизу там минус 1 делить на корню то есть то что мы нашли через дисками хорошо это ответ задание номер два которое мы сегодня решим у нас снова система снова система что мы видим в верху это у нас будет окружность а внизу будет прямая с чего начнем давайте начнем с прямой потому что у прямой нет параметра и там все известно то есть обязательно пишем что игрок равно 1 2 и минус минус 1 2 и x это прямая которая приходит через центр координат обязательно табличка да для построения прямой никаких ограничений нет нам нужно две любые точки например 00 и 2 минус 1 подойдет сделаем чертеж потом 2 минус 1 я точно где-то ошиблась нет я не могла ошибиться 2 на 2 я поделила правильно так окружность x квадрат плюс игрок квадрат минус 2 а давайте сразу сколько раскроем 2 а x минус 4 а y минус 5 плюс 5 а во второй равно 0 теперь надо это каких-то волшебным образом загруппировать для меня это самое сложное выделять полные квадраты там где они прям не очевидно ну допустим у нас есть вот это с иксом а значит что это это 2 умножить на а умножить на икс значит нам нужно а квадрат верно значит первая скобочка будет x квадрат минус 2 а x плюс а квадрат тогда вот здесь у нас остается 4 а квадрат плюс 4 а квадрат поняли да откуда мы взяли взяли это из 5 а квадрат так это мы объединим формулу что с игроком 2 умножить на 2 а игрок значит нам нужно 2 а завести в квадрат то есть это будет 4 а квадрат ну и все получается пятерка у нас не при делах пятерку переносим туда опять а квадрат полностью расформировалась на две части перешла часть к иксу и часть к игроку подождите я чего-то напутала а вот это 4 а квадрат не надо писать потому что мы использовали их вот здесь все все хорошо сворачиваем формулы чтобы у нас были скобочки а скобочках квадрата получается x минус а все в квадрате плюс игрок минус 2 а все в квадрате равно 5 давайте найдем где у нее центр центр у нее в точке а и по игроку в точке 2 а мы уже знаем как с этим действовать подставляем места наше x 0 и значит наша парабола движется по траектории 2x а радиус у нее корень из 5 давайте это нарисуем так каким цветом давайте синим 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 так что у нас игрок x 2x давайте это кстати надо подписать траектория движения чего окружности параболы я сказал правило это окружность траектория движение окружности так то есть 1224 она чуть-чуть поднято да вот таким образом чуть выше 45 градусов и 2 мы вторую прямую же 002 минус 1 2 минус 1 так точки какие-нибудь кстати да давайте 21 12 минус 1 и 2 . это нормально так что сделаем траектории движения нарисуем не сплошной штриховкой обязательно подпишем что это у нас игрок равно минус 1 2 x это у нас игрок равно 2 x выделено прямые подписываем графики подписаны ну просто чтобы эксперту было удобно проверять и не возникали никакие дополнительные вопросы на строить давайте вообще поймем как может располагаться окружность примерно потому что корень спите мы никак не можем на наш прямой примерно тогда и наша окружность должна пересечься а я не вижу прямой давайте я ее черному виду потому что я точно на пресечении не с тем что нам надо так вот она наша окружность предполагаем дам центр у нее вот здесь и мы идем идем нам нужно чтобы решение были любое количество решений нам подойдет от 1 до бесконечности и и самое первое решение это в касание снизу увидели прямая и окружность касается одной . давайте просто порассуждаем потом будем считать а дальше мы берем эту окружность черную хочу берем эту окружность и идем решение есть 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 и и решение из этого момента пока у нас не происходит касание снизу потому что если мы чуть-чуть вы не сдвинем решение не будет чуть-чуть наверх поднимем вот эту верхнюю решение тоже не будет то есть нам подходит точка касания сверху . касание снизу и все что между ними ну что решим также двумя способами первый мой любимый способ где я вечно ошибаюсь это дискриминант дискриминант что делаем игрок равно минус 1 2 x подставляем в нашу окружность так наша окружность это x минус а квадрат потихонечку x минус а все это в квадрате так вместо игроком пишем минус 1 2 x потом что минус 2 а все в квадрате равно 5 минус 2 а все в квадрате равно 5 но я думаю вы знаете что вот эта скобка то тоже самое что 1 2 x плюс 2 а все в квадрате так раскрываем получается x квадрат минус 2 а x плюс 2 а x плюс а квадрат плюс 1 4 x квадрат плюс 2 а x плюс 4 а квадрат равно 5 так 2 а x уничтожается и от здорово давайте 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 что давайте умножим всего 4 избавит избавимся от знаменателя тогда у нас будет 4 x квадрат плюс 4 а квадрат плюс x квадрат плюс 16 а квадрат равно 20 это же квадрат на уравнение все в одну часть и будьте внимательны здесь нет б нет б б вернулись так дискриминат б в квадрате плюс 0 минус 4 умножить на 4 а квадрат минус 5 это получается минус 16 а квадрат плюс 20 дискриминат дискриминат нам нужно одно касание значит дискриминат у нас равен нулю то получается 16 а квадрат равно 20 делим на 4 получаем 4 а квадрат равно 5 делим на 4 еще раз а квадрат это 5 четвертых и а равно корень из 5 делить на 2 плюс микс внимательно ищем ошибку потому что кто-то опять облажался так 5 20 20 делим на 55 5 делим на 5 1 20 делим на 5 4 20 делим на 5 4 4 4 4 16 16 на получается на 16 а квадрат равно 16 а равно плюс минус один ошибки из-за калькулятора ну и сам он виноват как можно было решить другим способом опять провести провести радиус и так получается центр примерно вот здесь верно проводим радиус куда можно провести радиус вниз давайте проведем стоп еще раз анализируем нашу окружность у нас с вами центр в точке а и 2 а бегает по этой оси и радиус равен корни спите так радиусу до этого штуковина тут корни спите 2 а и 2 а что это что это что это это значит центр лежит на 5 на пересечении значит вот задействовать теперь прямой угол в этом треугольник еще раз здесь прямой угол так еще раз x 0 это а значит вот здесь у нас а вот этот катет который горизонтальный вертикальный равен 2 и гипотенуза корень из 5 значит потеря бифагора можно найти а ну давайте получается корень из 5 в квадрате равно 10 всегда до нарисую корень из 5 а2 allow корень из 5 в квадрате равно а в квадрате плюс 2 а в квадрате получается 5 равно 5 а в квадрате а в квадрате равно 1 а равно плюс минус 1 то же самое только чуть чуть быстрее кого как нравится внешность дискриминат понятнее понятнее но опять же я там ошибаюсь а геометрия позволяет этих ошибок избежать так мы нашли а теперь вопрос как записывать ответ здесь получается мы поняли что касание сверху происходит при а равно 1 касание снизу происходит при а равно минус 1 а тогда чему какие у нас ашки вот в этом промежутке когда мы окружность двигаем и она на ней много решений да значит ответ будет промежуток от минус 1 до 1 чем включительно потому что точки касания нам нужны они тоже являются ответом получается а принадлежит от минус 1 до 1 и все ну и конечно перед ответом желательно прописать при а меньше минус 1 наша окружность находится ниже чем прямая такая-то такая-то значит решение нет первое касание снизу да если мы идем снизу начинается при а нет первое касание снизу у нас происходит когда а равно 1 потом окружность поднимается у нас постоянно идет два решения затем касание происходит снизу то есть при а равно тут минус 1 тут 1 еще раз если при а меньше 1 минус 1 меньше минус 1 наша окружность находится ниже прямой и значит точек касания нет решение нет при а равно 1 происходит касание минус 1 при а равно минус 1 происходит касание снизу снизу на решение потом окружность поднимается следующие и у нас постоянно два решения то есть при а от минус 1 до 1 постоянно два решения вокруг руках скобочках и последнее это одно решение когда у нас происходит касание снизу при а равно 1 если а болит будет больше одного то окружность поднимется над прямой точек касания не будет и решение не будет это все надо прописать это надо чтобы все было оформлено ну то есть вы решили и надо какой-то вывод сделать а в ответ естественно надо написать то что требует такие дела следующее задание которое разберем вы видите на экране читать его не буду и нам нужно здесь ровно одно решение и прежде чем это решить мы разберем два случая два случая первый случай это игрок равен корень вообще неважно с чего 1 минус x квадрат какое условие у нас здесь есть для игрок игрок равен корню а значит игрок больше либо равен 0 а значит когда мы будем рисовать окружность откуда здесь возьмется окружность спросите вы спросится она а возьмется она оттуда что при решении квадратных уравнений нам необходимо выполнить условие что подкоренное выражение и другая часть уравнений больше либо равен для и при решении мы обе части возведем квадрат то есть это будет игрек квадрат равно 1 минус x квадрат то есть x квадрат плюс игрек квадрат равно 1 центр окружности у нас в точке 0 0 и радиус равен 1 давайте это изобразим хотя бы примерно так 0 0 радиус 1 значит тут 1 тут минус 1 1 минус 1 но что значит игрок больше либо равно 0 это значит выше верно больше значит выше значит наш график где-то расположен только над оси у x ну и так как равно нулю то вот эти точки на закрашены эти точки исключаем включаются график я надеюсь это понятно мы идем дальше у нас есть еще один случай например игрок минус 1 равно корень из 1 минус x квадрат но ведь та же самая история даже самая история только игрок минус 1 уже больше либо равно 0 значит игрок больше либо равен единице но история то же самое то есть у нас получается игрок минус 1 в квадрате равно 1 минус x квадрат x квадрат плюс игрок минус 1 в квадрате равно 1 центр окружности у нас на точке 0 1 и радиус равен 1 давайте тоже это примерно изобразим так тут уже внимательно центр 0 1 центр нас вот здесь и наш игрок больше либо равен единице то есть он выше прямой игрок равен 1 если у нас радиус 1 здесь у нас 11 что 12 то у нас будет вот такая часть нашей окружности окружности то есть когда корни у нас рисуется не вся окружность а только ее часть давайте решать это получается игрок давайте здесь минус вынесем минус 3 минус а все это в квадрате равно 1 минус x минус а в квадрате так x минус а все в квадрате плюс игрок минус 3 минус а все в квадрате равно 1 так x нулевое где у нас это а игрок нулевое это 3 минус а подставляем вместо а наш x нулевое тогда у нас будет игрок нулевое равно 3 минус x нулевое игрок равно 3 минус x это траектория движения нашей окружности траектория движения нашей окружности причем радиус окружности равен единички это прекрасно давайте рисовать так игрок x 0 давайте стой прямая которая у которой всего какой прямой тут нет прямой стой окружности у которой все было понятно так центр 3 0 1 2 3 0 центр вот он здесь радиус равен 1 но вспоминаем у нас здесь условия мы же игрок приравнивали корню игрок больше нуля выше нуля то есть у нас будет опять полуокружность так где его туда 4 и вот она вот он график нашего первого игрока а теперь 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 давайте нарисуем траекторию движения нашей второй окружности причем тоже полуокружности так 3 минус x то есть если мы берем 0 по иксу будет 3 если мы берем 1 по иксу то это 2 а если мы возьмем 2 по иксу то это 1 а если мы возьмем 3 по иксу то это бритной смотрите центр совпадет с нашей прямой траектории движения нашей второй окружности так давайте подпишем ой как тут много писать вы знаете да что это игрок это игрок равно 3 минус x траектории движения и теперь на этой прямой мы изобразим полуокружность с радиусом 1 вот здесь возьмем поднимем но она конечно не очень полу ага как мне сейчас двигать и как-никак но тогда 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 будем рисовать и так что нам нужно что нам нужно пока мы этим всем занимались нам нужно одно решение нужно одно решение ну вообще как она выглядит примерно это выглядит вот так мы понимаем что далековато первое касание у нас будет вот в таком моменте верно первое касание у нас будет в таком моменте когда центр будет лежать на координат 21 то есть это первое положение можно их нумеровать так описать первое положение первое положение это первое касание в в какой точке мы не знаем но мы знаем что центр будет находиться координате 21 но центр нашей окружности а и 3 минус а у нас же x нулевое это 3 минус а ну и здесь можно догадаться что это 2 а равно 2 а равно 2 дальше что будет происходить дальше наша полуокружность будет все больше больше а нет смотрите она тоже будет касаться одной точке одной точке одной точкой ой я что-то не там чуть-чуть чудо 1.1 . до того момента когда она полностью совпадет да блин где не вижу мышку до того момента когда она полностью совпадет а потом она будет таким образом об все ниже и ниже и самое последнее касание у нас будет вот за 10 минус 1 4 минус 1 так x нулевое равно а игрок 0 равно 3 минус а и у нас . касание будет 4 минус 1 и нам нужно еще найти тот момент когда она полностью совпадет когда у нас будет бесконечно много решений так если она полностью совпадет у центр будет в точке 30 то есть вот это у нас было второе положение и третье положение это полностью совпадет полностью совпадет потому что радиус их одинаковый и . будет 30 так 30 тогда а равно 3 но это нам не подходит не подходит потому что нам нужно не бесконечно много решений только одно решение и тогда нам нужно написать ответ опять же перед ответом не забываем если а меньше двух то наша полуокружность игрок равно x минус а в квадрате плюс игрок минус 3 минус а в квадрате равно 1 находится выше чем а к полуокружность какая можно кстати про нумеровать да 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 это же у нас игрок черная а это игрок 1 то есть если а меньше нуля еще разок то кстати смотрим она когда он движется вниз а уменьшается или увеличивать а увеличивается значит да действительно чем выше мы ее поднимем тем поднимем что поднимем чем а будет меньше чем ниже мы ее опустим тем а будет больше то есть при а меньше двух игрок один находится выше чем игрок значит точек касания нет при а равно 2 одна точка касания при а от двух до трех одна точка касания при а равно 3 бесконечно много точка касания при а равно 4 одна точка касания при а равно больше четырех игрок один находится ниже чем игрок точка касания нет решения нет так то есть вы после каждого задания должны подводить итог тогда ответ это будет а принадлежит от двух до трех и от трех до четырех готова готова если вам было полезно если вам было полезно во сколько мы списали то обязательно ставьте лайки подписывайтесь пересылайте это видео друзьям одноклассникам и тем кто вообще в принципе хочет научиться решать параметр ссылка на плейлист будет в описании по плейлисту вы сможете научиться параметру с нуля если у вас возникает вопрос обязательно пишите в комментариях может быть у меня такие умные дети что понимаешь все с первого раза может быть может быть у вас какие-то вопросы я с удовольствием сниму какие-то дополнительные ролики дополнение к уроку 2 или 3 или 4 жду ваши предложения а вообще у вас все получится пока пока